Друзья, приближаемся к теплице. Фильмы делаю я уже теперь не длинные, потому что, когда сам смотрю чужие ролики, устаю на десятой минуте. Ой, ну как тут мимо пройдешь? Вон они последние висят. Красавцы. Ладно, ну мы это еще не раз вернемся к ним. Вот. Это у меня прививка, видите? Вот, а что на ней написано? Написано, не слива першика Мичурина. Вот. Не подумайте, что это она. Это не прививка, это вот эта вот венгерка. А вот еще одна. Ай, вот еще. Давайте возьмем бруху. Ладно, так и быть, она все равно отвалится, собралась. Вот это венгерка богатырская. Вот еще одна. Вот. Нет, не отрывается. Вообще, отрывать нельзя. Понимаете, когда мы отрываем, они, если оторвется вот тут вот, где, видите, вот тут, значит, долго не пролежит. Она венгерка вообще относится к транспортабельным. Но если вот так оторвать, она начинает быстро портиться. Второй вариант. Ладно, ради учебы жертвую. Второй вариант, когда отрываются вот тут вот. Сейчас покажу. Они же уже на грани поспелось. Сейчас она у меня отвалится. Отвалится. Вот я сейчас вот здесь специально. Обратите внимание. Я оторвал специально это насильственное действие. То, что я не применяю, я жертвую вот этой ранкой только ради и этим плодом. Вот, он еще достаточно твердый, да? Вот. Смотрите, что остается. Вот где он был. Вот она, эта ранка. А теперь представим себе. Здесь уже собраны они. И уже с них семечки взяты, косточки для вас. Мякоть употреблена на дело. Вот, они, когда падают, они достаточно твердые. Это вам не эти самые, не черносливы. Венгерки крепкие и транспортабельные. В отличие от черносливов, тем меньше хранятся. И вот получается, когда на дереве, а я родом с Украины, вот, и мы, школьники, собирались с больших деревьев, с лесниц, вот, с колхозного сада, и когда, естественно, их там, а это делалось для городов, это была деревня Жертнева, Волынская область, на Украине. Вот. И мы отдирали их как? Они были еще достаточно твердые, гораздо раньше, чем поспели. И вот когда мы каждого так вот отрывали, получали такие ранки, и эти ранки не давали, вот видите, это же плодушка, вот эта вот веточка. плодовая. Было вот так, вот так, еще раз. Было вот так. И стала искалеченная веточка. А ей нужно еще плод, видите, вот теперь показываю вот сюда, чуть ближе. На следующий год должна вот эта часть засвести, и тут повесить опять несколько плодиков. Но этого, возможно, не произойдет, потому что из-за этих ранок, которые насильственно мной нарушены, я должен был бы вот так вот оторвать. Тогда еще раз, плохо хранится. Вот так вот хранится лучше. Искалечено плодовое образование, вот оно. Ну, надеюсь, поняли. Оно может замерзнуть и пропустить урожай. Да, урожай пойдет на следующий год, не тронутая веточка, видите. Вот они плодушки, вот они почки плодовые. На следующий год она уже будет, которая чуть выше. Ну, в общем, вы поняли. Вот. Выбирайте между двух бед. Урожай. Такая шутка горькая в нашей стране. Самый главный бед, все это все в Советском Союзе была горькая шутка. Это урожай. Ну, в общем, посмотрели, полюбовались. Попробовать еще ее повесил на грудь этот самый. Попробую теперь ее разорвать. Посмотрим, что внутри, как устроено. Ооо, спелая, но кошка не отделяется. Вот, вкус. Поверьте мне, изумительный, как говорил Ракин. Специфический. И вот я собирался, подошел к теплице. Если бы я случайно не заметил, вот эти вот последние плотики, я бы говорил по делу про теплицу. А теперь теплица пойдет в следующий раз. И раз я показал одну венгерку, показываю вторую венгерку, но здесь уже плодов нету, все упали. Вот. Почему венгерки соседствуются? Смотрите. Видите? Кстати, раз здесь ленточка висит, значит, здесь в густоте прививка есть, третий этаж. Видите, это чудо. Наконец-то! На 38-м или 39-м году жизни. Так, это я положу аккуратно. Мешает. На 39-м году жизни. Здесь давно хотел, еще что-то не получалось. Ну, наконец-то, першиковая мичурина. Вот она. И это второй плод. Первый был 10 лет назад. А дальше длинная история. С опустенными руками. Сожженным мотоциклистами садом. Что только в этой жизни не было. Вот, заброшенное дерево. Потом я его нашел. Сгорело, но не все. Остатки были. Перенес веточку. И после того урожая, 15 лет назад, да? Снова урожай и снова один плодик. Я возродил першиковая мичурина. А дело это так. Видели? Целое дерево. Вот она. Вот. И это первый урожай. Один плодик. Кажется, второго плодика мы не найдем. Но сам факт, что я вас не обманул. И себя не обманул. Вот это и есть. Першиковая мичурина. Вот она. Теперь вернемся обратно. Ее можно размножать третьим этажом. Смотрите. Першиковая мичурина. Видите? Вот. Для чего это надо? Ну, наверное, получается, будет лучшее опыление. Недалеко здесь находится сувенир Востока. Вот. Плоды мелкие. Ну, еще бы дерево ни разу за лето не полито. И за весну дикое, очень дикое, невероятное мороз. Вот. Ой, что же я заговариваю-то? Старею, братья, старею. Дикая, невероятная засуха. Почему у нее отсохла эта ветка? Никогда не скрываю, удачи, неудачи. Вот. Я могу вообще не трогать, и не отрезать, и не стал отрезать. Она не мешает дереву. Кто-то скажет, ой, манелиоз, ой, попробуйте отрезать эту ветку. Или даже не отрезать, а просто сфотографировать и отправить куда-нибудь на крупный канал. И там над ней начнет изгаляться. Срочно прыжкайте. Да, не выдержала. Вот. Причину сейчас скажу. И вот когда вот это вот невероятно упорное желание выдавать, желаемое за действительное, показать себя невероятными крупнейшими специалистами, и все, манелиоз, манелиоз. И начинается с бордосской жидкости, потом железный купорос, медный купорос, потом фунгициды и дальше длинный список. И тут же реклама. Это самое страшное, что это только ради рекламы. Причину вы уже поняли. Сейчас кто не видит. Итак, внимание. Раз, отрезано. Два, отрезано. Три, отрезано. Четыре, отрезано. Пять, отрезано. Шесть, отрезано. Ну, вы же догадались. Маточное дерево. И когда я отрезал столько веток, с маленькой веточкой, в общем-то, столько приростов, я просто угробил, за лес мороз, я просто угробил эту половину дерева. Убил фактически. Дальше не будет никаких бактериозов, не будет никаких грибов, которые такие-сякие должны перейти на живую часть. Вот она. Вот. Все этого никогда не будет. Я могу эту ветку не трогать никогда. До эстетики, скорее всего, я отрежу. Но все обрезки только ранней весной, друзья. Вот. Видите, сколько я нагрел только про одни сливы. Раз уж случайно получилось, подхожу к сливе, а на ней последние плоды, видите. Вот. Разговорился про венгерку. Потом показал вторую сливу, которая называется пастико-обичурь. Да, это сливом. Вот. Потом показал сувенир Востока. И всегда, когда они рядом, происходит перекрестное опыление. Отсюда и урожай. Любуйтесь. Так, наверное, здесь поблизости слив больше нет. А, нет. Поэтому, ну, про абрикосы мы же не будем говорить. Вот. Видите? Сенис амура. Замечательная вещь. Вот. В этом году из-за дикой жары, так-то они кисло-сладкие. А в этом году они покрыты кисло-сладкие. И все равно сейчас я вам окрасил. Сейчас я вам покажу, что получилось. Вот видите, косточка. Она легко отделяется. Но, это уже не чистая амура. Когда чистая амура, она вообще выпадает оттуда сухая-сухая. Так, все. Про сливы, кажется, все. Еще слива. Кстати, из-за дикой засухи, раньше времени, начинают засыхать яблони, которые называются коловидные баргузины. Ну ладно, проехали. Вот. И что интересно, по-разному переносит засуху. Странно, что вот эту сливу я не уничтожил, хотя на нее тоже есть ранки. Еще показать. Вот. Вот ранки. Но уже по-божески. На такое дерево три. Раз, два, три. Три ранки. Это не смертельно. Снова коловидные, но из-за, опять же, не политые в дикий засуху, выглядят очень-очень бледно. Очень. Ну, естественно, я не стал оставлять один в стамп, остальное отрезать. Я не дурак. Отрезать боковые ветки с будущим рожаем. Ну, все, все, все. Я ж про сливы. Будем снять, что один фильм снят. Вот. В косточке заготовлены. Вот. А, не все. Савнер Востока все еще созревает. Это не единственное дерево. Просто попалось тут. Мне надо было вот слива, 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 и там слива, чтобы они пыляли друг друга. Вот. Ну, а косточки закажете. Бенгерки не теряют своих качеств, даже не привитые. Все, друзья. Желаю вам удачи с моими косточками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова